Здравствуйте! В этом видео про три принципа психологически здоровой семьи. Психологически здоровая семья – это семья, где ценят, любят и уважают друг друга, то есть где нет напряжения внутри семьи. Знаете, бывает, заходишь в дом к людям, познакомились, приходишь в гости и прям чувствуется там в воздухе напряг между членами семьи. А вот психологически здоровая семья, где этого напряжения нет. И к этому образу, как к идеальному стремятся все люди. И в этом видео раскрою коротко-емко три важных принципа, что обязательно должно быть в семье, чтобы в итоге там ощущалось так же комфортно и хорошо, как вот в этом идеальном образе, к которому мы все стремимся. Я Наталья Корнеева – психолог, по образованию клинический психолог, сексолог. В своей работе я ЕМДР-практик опираюсь на метод ЕМДР-терапия, а также во всех своих видео на этом канале про отношения опираюсь на свои знания семейной психологии в методе Джон Готман – это там, где я проходила обучение, это мой фундамент. Итак, первый признак психологически зрелой семьи звучит так «я, ты, мы, команда». И тогда, когда в семье, например, между мужем и женой случается какой-то конфликт, а конфликты неизбежны. Важно заметить, если в какой-то семье нет конфликтов, то это только видимость, потому что в любых здоровых отношениях всегда будут зарождаться конфликты. И важно их уметь проходить так, открыто договариваясь, не задавливая их, не избегая их, проходить их так, чтобы в итоге через конфликт потом шло наоборот еще больше сближения. Потому что мы с тобой что-то прояснили, договорились, и теперь мы лучше знаем, как в отношениях нам обоим будет хорошо. И когда в семье случается конфликт, то, если соответствовать этому первому признаку «я, ты, мы, команда», сначала в первую очередь мы решаем проблему как «мы», мы и наши отношения. А потом я решаю проблему с тобой уже оставшуюся как «я», чем я конкретно недовольна, мы, если смотрим через «мы», что мы с тобой можем сделать, чтобы мне стало лучше. Потому что вот ты снова бросил носки в ванной, и ты знаешь, мне от этого очень нехорошо, потому что я отвлекаюсь их собираю, а собираю я потому что, например, к нам сейчас придут гости, и нехорошо, что в ванне валяются носки. Или ты оставил разлитую воду в ванной на полу, а мне сейчас собираться на работу, а я пришла в носках уже одетая, а они у меня мокнут. То есть я сейчас показываю примером, что жена может рассказывать, жалуясь мужу о том, что не так, не замалчивая, не терпя сопя, а приходя к нему с этой проблемой. Но решать мы будем не через «ты говнюк, ты плохой», а через «мы» команды. Давай подумаем, как сделать так, чтобы нам вместе было хорошо, но мне при этом вот с этой части вот так. и тогда через «мы» мы можем слушать друг друга и можем идти навстречу там, где это возможно, где невозможно, где если я пойду тебе навстречу, то я ущемлю себя, идти навстречу не нужно. И потом уже, когда мы решили, мы договорились, как в следующий раз мы будем делать или ты будешь делать для того, чтобы нам было хорошо, потому что если мы как команда, то если одному игроку этой команды плохо, то второму, как следствие, тоже будет плохо. И потом, если что-то уже остается лично моё, мне не хватает внимания или мне не хватает что-то прояснить, или мне не хватает здесь вот как-то проявиться, я дальше остаточно решаю своё тоже до конца. Это ни в коем случае не приводит к игнорированию себя или к подстраиванию, это приводит к здоровой взрослой способности договариваться. И это очень важно, потому что если один готов быть как мы команда, развивать отношения, смотреть в сторону хорошего совместного будущего, а второй закрывается как бука или просто посылает нафиг, то это уже не мы команда, это я одна или я один, тяну на себе все отношения. И так, конечно, не будет хорошего результата, потому что оба должны хотеть играть в эту игру, как мы команда. Второй важный принцип – не путать роли. Мы с тобой партнёры, мы муж и жена, мужчина и женщина, которые любят друг друга, но мы друг другу не папа и мама. То есть не отыгрывать друг другу папу и маму. Идеально здесь не будет никогда, иногда мы в отношениях всё равно будем отыгрывать друг другу папу и маму и запрашивать друг у друга, отыграя мне папу или маму. Потому что мы не идеальны, но стараться, чтобы этого было как можно меньше. И когда происходят конфликты, которые сложно решить, пытаться увидеть, а не хочу ли я от моего партнёра слишком многого. Как что-то ожидаю от папы или от мамы, которые будут, безусловно, меня любить и, безусловно, вкладываться в меня. Как это понять, что папу и маму отыгрываем? Это когда, например, жена кормит мужа с ложечки, она ему и контейнеры организует и двадцать раз постарается его чем-то как мамка обхаживать или как официант в лучшем ресторане мира. Хотя жена вообще-то полноценный человек, должна быть со своей личной жизнью, и какую-то часть она может что-то готовить, но она не должна как мама с ложечки малыша четыре раза в день по расписанию кормить и уговаривать, съешь что-то. Муж самостоятельный взрослый человек, он может где-то и сам о себе позаботиться, и еду себе сам сделать, и перекусить где-то на ходу, и вообще в ресторан сходить, если он голодный, а жена занята своими делами. Здесь нужен баланс. Я не про категоричность здесь, я про баланс. Или жена ищет в муже папу, если она ожидает, что муж будет решать все ее проблемы. Как родители, когда мы были маленькие, должны были решать за нас все наши проблемы. И часто женщины ожидают этого, и тогда женщине кажется, что муж должен решить все, закрыть все ее финансовые вопросы. Каждое ее, не знаю, проколотое колесо в машине починить именно он, а не какие-то сотрудники какой-то станции. Опять-таки смотрим здесь в меру. Когда это в каком-то количестве жизни, это нормально. Но если это через призму, ты всегда должна заботиться о том, что я ем. ты всегда должна меня обстирать идеально, как мамка. Или ты всегда должен решать все мои проблемы, потому что ты мужчина. Тут людей заносит в эти роли. И все бы ничего. Почему бы и не жить через эти роли, если интуитивно так в них тянет. Да только проблема в том, что когда люди, как муж и жена, живут из этих ролей, там путается. Потому что мы от мамы и папы можем ожидать тотальной любви принятия, и что нам родители будут вечно что-то давать, пока мы маленькие. Дают, не дают, по-разному в семьях устроено, но ребенок ожидает этого всегда. И это ожидание оправдано. Но от мужа к жене, от жене к мужу никогда не будет такой же любви, как от матери к ребенку. А если даже жена заиграется в эту мамку, то она потом перестанет испытывать физическое влечение к своему мужу. Хотеть его перестанет. И муж, если будет видеть все время в своей девочке, жене девочку, как ребенка, как папа ее обхаживать, тоже перестанет ее хотеть. И третий принцип, мы вместе прямо сейчас в отношениях, потому что я выбираю тебя снова и снова каждый день. То есть понимать, что если вы в отношениях долго, а потом ваш мужчина что-то делает, что вам не нравится, не предъявлять ему претензии, слушай, я на тебя все лучшие годы потратила, а ты такой козел оказался. Вас тратить на него все лучшие годы никто не заставлял. Это был ваш выбор, и тут надо брать на себя взрослую ответственность, что это я выбирала. И никто мне за это ничего не должен. Или мужчина. Я в тебя столько вложил, я тебе машину купил, я тебе шубу купил, а ты теперь какая-то не такая, как я хочу. Ах ты, скотина, такая неблагодарная. Опять-таки да, вы это все делаете для партнера, потому что вы этого хотите, это ваш выбор. Никто вас не требует этого делать, и никто вам поэтому за это ничего не должен. Согласны? Что думаете по этому поводу? Делитесь в комментариях. Это безусловно не все принципы, всех принципов существенно больше. И я буду об этом рассказывать подробно про каждый детально с примерами с обратной связью на курсе про отношения. Прямо сейчас этого курса еще нет, он в процессе создания появится скоро, в пределах этого декабря месяца. Анкета предзаписи есть внизу, и только люди, которые внесут себя в анкету, получат единоразовую скидку на этот курс. То есть оставьте, если хотите, номер в анкете, контакты, вам это ничего не стоит, получите предложение, возможно, захотите купить. Больше никаких скидок на этот курс не будет, потому что вот это моя система работы, я делаю хорошие продукты, и никаких распродаж на них не делаю. Потому что распродают, как обычно, знаете, только то, что не очень ценно. Но меня мотивирует, когда люди вносят себя в анкету предзаписи, тогда я вижу, что люди это ждут, и нахожу в своем сложном расписании время все-таки это дело доделать. Поэтому мне это тоже интересно. Может быть, вы смотрите это видео спустя уже какое-то время после публикации, и тогда внизу будет ссылка на сам курс. Пишите вопросы, подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением уважительно, пожалуйста. Мнением вы делите снизу, со мной я читаю это тоже, а то меня так удивляют, знаете, иногда зрители на ютубе пишут под моими видео комментарии, как будто не мне, а как будто такие, обращаясь в пустоту, там она какая-то такая, да. Помните, я свой канал модерирую, читаю все сообщения, блокирую, кто пишет неуважительно, дискутирую с теми, кто просто хочет поспорить или пообсуждать, да, что-то. В общем, этот канал живой, и комментарии в нем модерируются. До встречи, до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!